Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как будут развиваться автомобильные дороги в Краснодарском крае, сегодня обсуждали на совещании у губернатора. Заседание провели рядом с построенной развязкой около станицы Елизаветинская. Вениамину Кондратьеву доложили, что реконструкцию прилегающего участка закончат 30 ноября. Глава региона проехал по трассе и оценил ход работ. Все, что мы делаем, и должно иметь логическое завершение. В противном случае делать дороги ради того, что мы делаем дороги, это сегодня уже никого не устраивает. Отчетность количественного показателя не значит качество для авто сегодня владельца. В лучшем вопросе. Автовладельцы говорят о том, что сегодня вроде километража много, а дорог мало. Здесь был очень аварийно опасный участок дороги. Здесь вообще было три полосы. Пробка постоянно стояла на многих километрах. На сегодняшний день доведен участок дороги до первой категории. На этом участке шесть полос. Для движения автомобильного транспорта шумозащитные экраны. И везде выполнены подземные пешеходные переходы. Насколько удобны для движения подземные переходы, Вениамин Кондратьев проверил лично. Спустился в один из них. Глава региона высоко оценил проделанную работу. На реконструируемом участке дороги четыре подземных перехода. Все они оборудованы для передвижения маломобильных граждан. Праздник элиты кубанского казачьего войска. Почетному караулу 10 лет. С юбилеем подразделения поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Чтобы попасть в ряды почетного караула, нужно пройти серьезный кастинг. Какой должен быть рост у кандидата? И сколько раз в неделю придется тренироваться, махать шашкой? Об этом в репортаже наших краснодарских коллег. Становись шагами теперь. Пять вперед, пять назад и запорожский спас. Делать ночи. Четыре раза в неделю на одном и том же месте. Тренировки почетного караула кубанского казачьего войска выглядят так же эффектно, как и парадное выступление. Занятия проходят на Соборной площади Краснодара. Лицом к памятнику Екатерине II. С шашкой на гало казаки оттачивают все движения до автоматизма. А чтобы научиться так владеть орудием, может уйти до одного года. Развивается очень сильно кисть. Шашка, так как она не очень легкая, она порядка где-то полутора килограммов весит. Ну, варьируется от килограмма до полутора. Поэтому очень сильно кисть, предплечье развивается. Плюс все элементы делаем синхронно, большим количеством людей. А для этого очень должно быть развито периферическое зрение. Чтобы попасть в почетный караул, нужно соответствовать строгим критериям. Рост не ниже 175 сантиметров, возраст до 32 лет, отсутствие татуировок. Желательно военная служба за плечами. Также кандидат должен состоять в казачьем обществе. Несмотря на все требования, в почетный караул выстраивается очередь. На сегодняшний день у нас вакантных должностей в карауле нет. Все заняты. И в резерве подходят люди, мы их просто ставим в резерв. Где-то человек 10-12 у нас еще в резерве. То есть молодым людям нравится и интересно работать во взводе почетного караула. Впервые почетный караул Кубанского казачьего войска заступил на службу в 2006 году. Уже 10 лет подряд, ровно в полдень, воскресные и праздничные дни. От памятника Екатерины II почетный караул начинает свой марш по главной улице Краснодара. 77 человек движутся к памятнику 200-летия Кубанского казачьего войска. За прошедшее десятилетие почетный караул стал элитой Кубанского казачьего войска. Подразделение, состоящее из пехоты и конницы, не только марширует воскресенье, а в центре Краснодара. Масштабные парады и праздники в регионе уже не обходятся без казаков. Для них даже форму воссоздали с исторической точностью. Мы пошили по единому образцу форму первой и второй сотни лейвардии его императорского величества конвоя. Такого подразделения среди всех 11 реестровых казачьих войск России больше нет. Кубанское казачье войско является гордостью Краснодарского края, а вы его украшение. Я вас поздравляю с сегодняшней датой. Всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Так держать. В честь юбилея элитного подразделения казаков за службу медалями и грамотами наградил губернатор. Вениамин Кондратьев заметил, почетный караул не просто театрализованное шоу. Это живое напоминание о роли казачества на Кубани. То, что вы демонстрируете во время церемониалов, парадов, торжественных собраний, мероприятий, оно нужно не только, наверное, гостям нашего края и жителям. Это нужно детям, нашим детям, которые видят, что традиции, верность, вера, культура Казачество живет сегодня в нашем народе, живет в этих бравых парнях. Сегодня вы то лицо Кубани, казачьей Кубани, которое ни в коем случае нельзя ни запачкать, ни уронить. Когда смотришь на вас, на самом деле дух захватывает. Казачество сегодня действительно не антураж. Серьезно воспринимают его и в Москве. Росгвардия подготовила поправки в федеральный закон, согласно которым казаки смогут охранять госучреждения. Это еще раз доказывает, обращает внимание губернатор, что на Кубани сделали правильный выбор – сохранять свои традиции. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Не менее тысячи тонн отходов в сутки вывозят с мусороперерабатывающего завода в Сочи. Процесс контролируют представители прокуратуры, администрации города и судебные приставы. Накануне Хостинский районный суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры города о ликвидации нарушений природоохранного законодательства на заводе. В целом, одной из главных причин накопления ТБО стал резкий рост туристического потока в Сочи. По сравнению с прошлым годом, летом отдыхающих было почти на 40% больше. Соответственно, увеличилось и количество отходов. Улицы города оставались чистыми, и мусор с контейнерных площадок вывозился по графику. Но мусоросортировочный комплекс оказался не готов к таким объемам. Вторая причина – летом из-за высоких температур для большегрузов были закрыты федеральные дороги. А именно на таких машинах и транспортируют на полигоны брикеты с мусором после сортировки. Но, несмотря на объективные причины, мэр Сочи потребовал детально разобраться в ситуации и подключить к делу прокуратуру. В итоге задействована дополнительная техника. Исполнение судебного акта взято прокуратурой города на контроль. На заводе находятся судебные приставы, которые ежедневно производят замеры. По словам специалистов, накопившийся мусор будет полностью вывезен в течение двух месяцев. ДТП произошло сегодня на перевале между Дагомысом и Мамайкой. На перекрестке Батумского шоссе и улицы Туманяна столкнулись два автомобиля. Видно, как черный автомобиль на скорости не смог уйти от поворачивавшего светлого. Как результат, машина кубарем пролетела по дороге. Водитель остался жив. В Сочи продолжают устанавливать социальные ряды. Так, деревянный прилавок появился на улице Чайковского. Место, где раньше пенсионеры торговали урожаем с огорода, прямо на улице, теперь стало территорией легальной торговли. Продолжит Елена Авсецина. Виноград у Марии Васильевны Муравьевой расходится на ура. За полчаса от полного ящика не осталось ни одной ягоды. Торговать в центр Сочи 83-летняя пенсионерка ездит из села Разбитый котел. Выращивает все сама, собирает, привозит и продает. Правда, раньше приходилось торговать прямо на обочине. Теперь все изменилось. На днях здесь установили деревянный прилавок. Очень хорошо, очень большое им спасибо. Хоть меня не пинает вон на дороге. Я пришла и встала. А то ведь кто хочет, тот меня и отлает. И клиент может отругать, что я на дороге стою. И соседке мешаю по магазину. Тоже говорит, что не тут бабушка стоишь, конкурентка. А здесь очень хорошо. Новый уличный объект на улице Чайковского горожане уже оценили. Свежая зелень, хурма, грецкий орех – все свое с огорода. Да еще и цены значительно ниже магазинных и даже рыночных. Они работают по сезону. А в магазине, как придется, можно прошлогоднее продавать. Человек поставил в свою продукцию и торгует. Это замечательно. Даже я буду за то, чтобы продлить немножко. Ждли, потому что по ходу идешь, не теряешь времени. Купил между делом и пошел дальше. Место для торговли, что называется из первых рук, получило название «Социальные ряды». Эксперимент по их созданию в Сочи по поручению главы города начался весной. Тогда нововведение получило большой отклик как у продавцов, так и у покупателей. Именно поэтому ряды решили расширять. Сейчас таких объектов больше 20 по всему Сочи. Мы сейчас будем заниматься тем, чтобы устанавливать везде социальные ряды, где это возможно. И эта работа будет проходить с ТОСами. Потому что ТОСы сами знают, кто где выращивает. И помогают тем людям, которые мало обеспечены. Социальные ряды в городе будут и дальше появляться там, где это необходимо. Ведь пока есть спрос, будет и предложение. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Сочинских умельцев приглашают принять участие в выставке «Ко дню города». На курорте 19 и 20 ноября будет проводиться выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Это лишь одно из запланированных к главному торжеству города мероприятий. Расскажет Ольга Десятого. Андрей Кизилов известный не только в Сочи, историк и краевед. Но и по совместительству мастер на все руки. На его счету, например, дольмен в кавказском уголке Дендрария. Он же отлил пушки для новой галереи Форд. В свободное время много мастерит. Из блины, пластмассы, древесины. Сегодня в его руках гипс. Им он заполняет специальные формочки. Получившиеся фигурки покрывает золотом. Такие пряхи носили племена кемерийцев на наших территориях, которые часто проникали на территорию Сочи, в том числе, еще в 8 веке до н.э. Потом их сменили скифы, которые, соответственно, принесли сюда звериный стиль. Андрею Кизилову удается воспроизводить предметы старины с четкой исторической достоверностью. Это, например, имитация древней бронзы. Патина древней бронзы. Бронза приобретает приятный зеленоватый оттенок. Ну, медный всадник. Этот предмет визуально ничем не отличается от подлинных предметов, которые выставлены в музеях. И это, в принципе, интересно как для сувенирной продукции. Такими сувенирами Андрей Кизилов еще раз напоминает. Сочи – город с древнейшей богатой историей, в которой переплелись разные культуры. История эта древняя должна бережно храниться. И не только храниться, но и популяризироваться среди молодого поколения. Поэтому сувенирная продукция должна отражать не только башню на горе Ахун или мор-вокзал. Она должна покрывать, мне кажется, все спектры, которые интересны любому культурному человеку. Как известно, Сочи славится народными умельцами. Своё творчество они смогут показать всему курорту. 19 и 20 ноября в дни празднования Дня города в Сочи пройдет выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Единственное условие участия – сувенирная продукция не должна быть произведена промышленным способом. О том, что каждый житель должен быть вовлечен в празднование Дня города, еще раз напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов своему заместителю на рабочей встрече. В прошлом году вы объявили, что День города – это будет самый такой большой народный праздник. И в прошлом году это нам уже удалось, и мы в этом году этот тренд продолжаем. У нас была масса различных других событий, различных праздников. И сочинцы достойно эти праздники все организовали и провели, и провели достойно событийные мероприятия. И теперь стоит главная задача – это сочинцы, которые делают праздник для всех, должны сделать праздник для себя. И мы должны очень серьезно подготовиться к этому празднику, и уже сегодня наши жители должны быть вовлечены в эту работу. В планах на День города – честование семей, лучших в профессии. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе фотографий, стихов и песен о Сочи. По традиции выберут лучший двор, дом и улицу, самую чистую и благоустроенную. Ну и, конечно, не обойдется без концертов и народных гуляний. День города – праздник каждого сочинца. Эта идея должна стать своеобразным девизом предстоящего торжества. Ольга Десят, Вадим Даниловский, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцы наведут порядок в городе ко дню его рождения. Мэрия курорта объявила традиционный конкурс на лучшее благоустройство территории. Среди номинантов – председатели ТОСов, управляющие компанией, дома, подъезды и даже целые поселки. Первые желающие подать заявку уже появились. Заставлять выходить на субботник жителей микрорайона Малый Ахун не нужно. Здесь уборка территории стала народной традицией. Сочинцы стараются регулярно поддерживать тот уют, который создают собственными руками. Стараемся наводить порядок. Сейчас осень, очень много листвы. Пальмы подрезаем, потому что здесь повороты есть такие, где автобусы не могут проехать. Поэтому стараемся облагородить территорию. ТОС Малый Ахун существует 9 лет. И за это время общими усилиями удалось сделать многое. Появилась детская площадка, урегулировали вопрос общественным транспортом. Его раньше явно не хватало. Вокруг все цветет и пахнет. Большая работа проводится с жителями микрорайона. Десятки фотографий рассказывают о тех праздниках, которые здесь проводят по любому поводу. Заслуга в первую очередь местного ТОСа. Когда узнали о начале городского конкурса «Лучшее благоустройство территории города Сочи», немежко подали заявку. «Это не то, что стоит. Это нужно делать. Он может подтягивать самого. Люди сами выходят и стараются. И бабушки, чтобы где-то не мусорили. За собой следят даже те, кто когда-то, может, и бросал, так и то идет, и другому замечание делает. Я считаю, что это необходимо». Участвовать решили не ради участия. ТОС Малая Хун нацелен на победу. И, кажется, у них есть все шансы. В положении конкурса целый список критериев для участников. ТОС должен быть не просто организацией, а настоящим центром неравнодушных сочинцев. Победители выбирать будут по реально выполненным делам. Сначала на уровне районов. Финалисты выйдут на борьбу за звание лучшего ТОСа в масштабах Большого Сочи. «Конкурс будет проводиться в различных номинациях. Лучший двор, лучший дом, лучший подъезд, лучший квартальный комитет, лучший председатель товарища общественного самоуправления. То есть достаточно много номинаций. Мы их все обязательно охватим, мы все обязательно отработаем, отметим лучший квартальный комитет, лучшего во всех номинациях». Заявки на участие уже принимают в районных администрациях и департаменте городского хозяйства. Конкурс на лучшее благоустройство посвятили Дню города. Напомню, свой 178-й день рождения Сочи отметит 21 ноября. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прошел третий съезд врачей неотложной помощи. Доклад врача-травматолога Сочинской городской больницы номер 9 Игоря Шеламова был признан лучшим. Оказание скорой неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим – вот главная тема встречи. На Всероссийскую конференцию собрались лучшие травматологи. Краснодарский край представляли три опытных специалиста, а двое из них – представители Сочинской медицины. «Это была специализированная тема по оказанию помощи при острой травме, в том числе при сложной травме, которая в основной процент составляет посредствия дорожно-транспортных происшествий. При этой травме очень важно оказание помощи в экстренном порядке и в полном объеме». В Сочи создана единая система, благодаря которой помощь пострадавшим при ДТП оперативно оказывается на территории всего Большого Сочи. Отделения травматологии и хирургии оснащены по последнему слову техники, а штат укомплектован опытными специалистами. Сочинские полицейские сдают зачеты. Испытания по служебной, боевой и физической подготовке проходит весь личный состав УВД. Проверка гарнизона является плановой. Экзамен для сотрудников полиции состоит из трех частей. Особое внимание уделяется юридической подготовке, знанию нормативных актов и умению применять их на практике. Обязательной проверке подвергается и физическая подготовка, которая включает в себя несколько упражнений. Отжимания, подтягивания, челночный бег. Также полицейские демонстрируют владение приемами рукопашного боя. Третьей, пожалуй, самой серьезной частью экзамена является огневая подготовка. Нормативы стрельбы на время очень жесткие. Для того, чтобы справиться с ними, нужны опыт, сноровка и отличное знание матчасти. На основании всех трех компонентов комиссии краевого управления МВД будет сделано заключение о профессиональной пригодности каждого сотрудника сочинской полиции. Патриотизм российской молодежи, традиции и современность. Под таким названием сегодня в Сочинском колледже искусств прошла научно-практическая конференция. Ее организаторы – управление молодежной политикой города и Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи. В конференции, открывшейся гимном России и Кубани, собрала студентов, школьников, общественных деятелей, педагогов, муниципальных служащих, ветеранов войны и ветеранов пограничной службы и ФСБ. Цель – определить актуальные проблемы в области патриотического воспитания молодежи. Конечно же, основная задача – это посмотреть опыт работы вузов, в СУЗов, саккумулировать, создать единую площадку, подключать, конечно же, и Советы ветеранов, общественные организации. Мы сегодня очень активно взаимодействуем с боевым братством, с нашими пограничниками, с военкоматом. Конечно, у каждого есть свои наработки, опыты. Как раз-таки задача этой конференции – объединить опыт, создать его в единую резолюцию, в единую концепцию и дальнейший год уже поэтапно ее реализовывать. На пленарной сессии выступил участник Великой Отечественной войны Михаил Инкин. Он рассказал молодежи о том, как, будучи 16-летними, рвались на фронт, как потом служили на Дальнем Востоке и с какой любовью строили курортные Сочи. Здесь же на пленарке стало известно, что в нашем городе будет создана юн-армия генерала Шойгу в рамках Всероссийского военно-патриотического движения, куда и пригласили сочинских школьников и студентов. Они, меж тем, готовят доклады на патриотическую тематику. Тема моего доклада – «Православный патриотизм в исторической судьбе Отечества». Я являюсь участником слета, который проводил наш университет в июле этого года. Он длился две недели, и участником слета стали лучшие представители студентов России. И наш слет носил патриотический характер. Он сочетал в себе и физическую подготовку. То есть мы сдавали нормы ГТО, также мы посещали духовные места. В зональном этапе первые два места заняли Маргарита Епинян и Ливон Качкарян. Впереди краевой этап конкурса, а уже по его итогам будет издан сборник материалов конференции. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Театральный Олимп в Сочи покорен. Сегодня в зале органа и камерной музыки состоялась торжественная церемония закрытия 6-го федерального фестиваля. Какой творческий коллектив покорил жюри и сочинскую публику в материале Татьяны Говорковой? В этом году Театральный Олимп впервые прошел не летом, а в золотом курортном сезоне. Недельную театральную марафонскую дистанцию преодолели ведущие репертуарные театры Москвы, Ярославля, Якутска, Иркутска и Новошахтинска. На суд жюри было представлено полтора десятка спектаклей. Оценивались качество постановок и уровень театрального менеджмента. Я даже сама, наверное, не завидую театрам, которые проходят этот сложнейший марафон. Потому что подготовка к нему занимает полгода или 4-3 месяца, это самый минимум. Фестиваль федеральный, и здесь действительно театры выходят на линию не только конкурсную, но на линию осознания особенностей сегодняшнего театрального процесса. Здесь действительно никаких мелких моментов нет. У нас здесь принимается во внимание все. Поэтому у театров трудная подготовка и у театров трудный экзамен в Сочи. По традиции итоговый день фестиваля проходит в зале органной и камерной музыки. Сочинский симфонический оркестр подготовил для участников театрального Олимпа музыкальные подарки. И так как 2016 год кино, то и звучали известные произведения из кинолент. Первые награды фестиваля получили мастера театра. Затем назвали лучших в конкурсных номинациях в деловой и творческой части. Лучшим спектаклем для маленькой аудитории признана «Золушка» Новошахтинского драматического театра. А взрослую публику порадовала постановка Иркутского академического театра имени Охлопкова. Труппа взяла и диплом за лучший Олимпроект, а также главный трофей фестиваля. Гран-при ждал своего обладателя в Сочи полтора года. Спасибо за жюри, спасибо вам за то, что все-таки на этом фестивале я увидел стремление к русскому психологическому театру. Я увидел людей, которые разделяют нашу сибирскую точку зрения, для чего служит театр. Мне очень было приятно, что сочинцы очень хорошо видели наш спектакль, что мы просуществовали эти три часа на одной волне. Публика с особым трепетом приняла и еще одних сибиряков. Приз зрительских симпатий достался Государственному академическому русскому драматическому театру имени Пушкина. Театр из Якутии также стал лучшим в номинации «Олимпрезентация» и взял серебро в основной конкурсной программе фестиваля. Итоги шестого театрального «Олимпа» подведены и уже началась подготовка к следующему. В 2017-м федеральный фестиваль пройдет также в октябре. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи продолжается чемпионат России в десяти олимпийских классах яхт. Накануне по прогнозу ожидалось полное отсутствие ветра, поэтому судейская бригада приняла решение провести гонки ранним утром под Мацестинским мостом по ночным бризам. Старт первой гонки для классов 470. Лазер, лазер-радиал и финн был назначен на 6.45 утра. Прошло по две гонки в каждом классе. Лидеры не поменялись. Ближе ко второй половине дня на дистанцию выпустили скифы, катамараны и виндсерфинг. Обострилась борьба в классе 49 у мужчин. Сейчас, в принципе, уже есть лидер. Это Ян Чех. Очень идет хорошо, быстро. И вот за второе, третье, четвертое место идет флотная борьба. Лидерство в этом классе захватил экипаж из Анапы. Я считаю, что флот, в общем, пошел быстрее весь. И молодые ребята, пришедшие недавно в класс, им немножко тяжеловато по свежему ветру, но по слабому ветру, по умеренному уже конкурируют. У девушек в классе 49-й ФХ на воде были все четыре экипажа. Хороший результат показал юниорский экипаж Зои Новиковой. Сейчас девушки идут на третьем месте. Это новый для меня класс. Очень быстрый. Мне нравится. Мне нравится висеть трапеции. Мне нравится гоняться со взрослыми, с представительницами старшего поколения. Я могу новому у них научиться. Первое место у Анастасии Гусевой. На втором идет экипаж Ольги Кнепович. Ну, я бы сказала, что достаточно интересно. Учитывая то, что у нас в Толяте происходят тренировки в режиме двух или одной лодки, то здесь, конечно же, флот три-четыре лодки. Это интереснее. Тем более, что добавилась Анастасия Гусева из другого города, с которой мы встречались только в прошлом году на чемпионате, то это намного интереснее. Завершится чемпионат России в олимпийских классах ягд 13 октября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну, а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была НГГ Беши. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.